Пограничная служба КГБ Республики Южная Осетия начала организацию работ по обозначению границ Грузии. Пограничниками выставлены указательные знаки в районе юго-осетинского села Хомтагвиргвина, граничащий с грузинским населённым пунктом Тахтыстири. Ремаркация проходит в полном соответствии с законодательством Республики Южная Осетия. Погранслужба проводит работы на юго-осетинской территории, не затрагивая грузинскую землю. «Знаки выставляются исключительно на юго-осетинской территории. То есть на территорию Грузии ни на один метр мы никогда не заходим. И все обозначения, будь то инженерные сооружения или знаки, они всегда выставляются на нашей стороне, при том в определённом удалении от линии прохождения границы». Однако грузинская сторона вновь воспользовалась этой информацией и развернула настоящую истерию, призывая международное сообщество обратить внимание на действия юго-осетинских пограничников. «Власти Грузии опять обратились к сопредседателям женевских дискуссий, даже они в своём коммунике это отметили. На что мы тоже дали соответствующее разъяснение, что мы эти работы проводим и будем проводить прежде всего в целях безопасности населения и в целях их информирования о линии прохождения границы. И мы ещё раз призываем грузин больше реально смотреть на сложившиеся ситуации и приступить к совместной работе по обозначению границы. Тогда никаких недоразумений бы не было. И это мы повторяем и на женевских дискуссиях, это мы повторяем и на встречах империи или по горячей линии». Мурат Чиоев также добавил, что сельские жители продолжают работать на своих участках. И чёткое знание линии прохождения границы между государствами, а тем более сёлами в приграничной зоне, содействует сохранению стабильности. «Это важно прежде всего для местного населения, которое в это время весенних половых работ проводит, и чтобы местное население знало, где проходит граница и по незнанию, то есть непреднамеренно не нарушало эти знаки выставления». Внешнеполитическое ведомство нашей страны также обращает внимание на попытки внешнего вмешательства во внутренние дела Южной Осетии, являющиеся суверенным государством. «В то время как все страны мира мобилизовали свои силы для борьбы с пандемией COVID-19, Грузия продолжает активно использовать методы информационных провокаций для достижения своих целей и привлечения международного сообщества к решению собственных проблем и реализации реваншистских устремлений», – говорится в сообщении Министерства иностранных дел Южной Осетии. Муратчоев заключил, что Южная Осетия продолжит обустройство своих границ.